Девушки отдыхают Девушки отдыхают У нас идут молоко, мясо, зерно, а дальше идет все на перерабатывающие предприятия, пищевые предприятия, и там получается конечный продукт, который идет на полку к потребителю Агропромышленный комплекс играет свою понятную и значимую роль в экономике нашего региона АПК Кировской области это 300 сельскохозяйственных организаций, 76 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, более 400 фермерских хозяйств и десятки тысяч личных подсобных хозяйств Вместе все эти предприятия обеспечивают 9% валового регионального продукта Не только для нашего региона, вообще для нашей страны сельскохозяйство на сегодняшний день имеет, наверное, самое важное значение Почему? Собственно говоря, у нас, если брать, то рост производства в сельском хозяйстве выше, чем в других отраслях И если брать наши предприятия, то действительно мы здесь тоже являемся лидерами Если мы говорим по молоку, то мы занимаем третье место в Привозском федеральном округе после Татарстана и Удмуртии Если мы говорим по яйцу, то мы обеспечиваем себя им полностью, по свинине то же самое Основная отрасль агропромышленного комплекса региона – молочное животноводство По продуктивности дойного стада Кировская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе и пятое место в Российской Федерации По объемам производства молока – шестое Сейчас в Кировской области производится 1665 тонн молока в день Сегодня компания «Вимбельдан» у нас вывозит аж в Москву более 200 тонн Два вопроса – молоко очень качественно, и все признают регионы, даже Омск звонил Нельзя ли у вас сырье молоко взять на продукцию, нельзя ли у вас покупать сырье Продукт очень качественный, и это признано сегодня перерабатывающими предприятиями, чтобы выпускать хорошую продукцию для покупателя Однако так было не всегда, и еще в 2010 году наш регион занимал лишь десятое место по продуктивности дойного стада в России Совершенствуя кормовую базу и селекционно-племенную работу, за семь лет Кировская область поднялась на пять строчек вверх по этому показателю Сегодня работа по повышению продуктивности стада продолжается Мы для того, чтобы удовлетворить все потребности своих клиентов, подбираем быков, которые бы давали, если беспривязное содержание, значит с хорошими крепкими ногами, чтобы они выдерживали это беспривязное содержание Если это доение какой-то определенной технологии, или тем более роботы, значит нужно подбирать быков, которые бы передавали своим дочерям хорошее положение в имени, ровные соски И приспособлены вот как раз к работе с доильным оборудованием без вмешательства человека Поэтому и завозим быков из Нидерландов, из Канады, покупаем своих адаптированных и из Кировской области, и из лучших племзаводов страны Совершенствование кормовой базы в последние годы пошло по направлению освоения новых культур Передовые хозяйства области начали выращивать рапсы лен У нас достаточно сложный в сельском хозяйстве регион В полеводстве заниматься у нас здесь не Краснодар, не Ставрополье Земля другая, и почвенные условия другие, и климатические условия другие Солнца здесь энергии такого количества нет, поэтому мы закупаем энергетические корма, чтобы не тратить лишние деньги Часть производителей у нас занялись рапсом, ну а мы вот как бы кормим третий год льняным жмыхом Рапс это у нас на сегодня самая рентабельная культура, которая дает примерно от 100 до 200% рентабельности Если есть своя переработка, то это можно достичь 200% рентабельности Это дает жмых и масло, которое там сейчас в цене Руководством региона создан комплекс мер для поддержки предприятий агропромышленного комплекса В который входит и финансирование, и законотворческая деятельность, направленное на создание благоприятных условий для развития сельского хозяйства Из наиболее значимых законов, вот мы приняли в феврале, это увеличение до 500 гектаров земли для пользования фермером У нас раньше было 50 гектаров, сейчас фермеры могут пользовать до 500 гектаров и в дальнейшем приобретать эти 500 гектаров в собственность Это конечно позволит расширить объемы производства фермерских хозяйств Агропромышленный комплекс области получает поддержку как из регионального, так и из федерального бюджетов В 2017 году на развитие АПК было предусмотрено 400 миллионов рублей из областного бюджета и полтора миллиарда из федерального Но мы прекрасно понимаем, что в зависимости от успешного формирования бюджета и федерального и регионального Возможны дополнительные средства, которые будут выделены на поддержку наших сельхозпредприятий Мы говорим о том, что кроме вот этих средств выделяется еще 565 миллионов рублей Которые уже распределены между 40 муниципальными образованиями, предприятия которых работают И вот эти деньги пойдут на субвенцию и поддержку по возмещению кредитных ставок по займам и кредитам Которые предприятия взяли для проведения сельскохозяйственных работ В число приоритетных задач в направлении развития агропромышленного комплекса Сегодня входит и создание необходимой инфраструктуры В первую очередь дорог Это отдельная статья финансирования АПК Помимо вот средств, о которых мы только что говорили Можно добавить еще 302 миллиона, которые пошли с 7 районами На, в общем, реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт дорог в муниципалитетах Вот именно между сельхозпроизводителями, между сельскими хозяйствами Для того, чтобы аграрии могли привести в порядок свои дороги Большие объемы производства товарного молока сегодня ставят перед аграриями и областью новые задачи Сырье необходимо перерабатывать, а для этого нужно создавать новые заводы и производство На сегодняшний день в планах наших сельхозпроизводителей строительства и укрепления переработки Мы видим, что появляются, будем говорить, на современном уровне небольшие заводы по производству молока, сметаны, творога Значит, по производству сыра в районах есть планы постройки очень крупного такого большого сыроваренного завода на территории нашей области Развитие агропромышленного комплекса невозможно без развития села Уровень в жизни в селе определяет количество людей, способных обеспечивать работу сельхозпредприятий Совершенствование кормовой базы, селекционно-племенная работа, финансирование АПК и новые законопроекты были бы невозможны и не принесли бы никаких результатов без людей Главного богатства любого региона и главного ресурса любой отрасли экономики Главное, что это понимают на высшем уровне руководства области Для нас развитие агропромышленного комплекса является абсолютно приоритетной задачей, поскольку у нас уже накоплен гигантский опыт, есть ключевая компетенция Мы одни из лидеров по производству молочной продукции в стране Перед нами стоят задачи увеличения доли перерабатывающей промышленности в этой сфере Но прежде всего, конечно, это вопросы социального развития села Это насыщение села врачебными кадрами, насыщение педагогическими кадрами Для этого необходимо строить жилье, оборудовать фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты врачей общей практики Возрождать здравоохранение для того, чтобы пожилые люди и люди работающие на селе могли получать качественное медицинское обслуживание Дети могли получать достойное образование, а село получало новых специалистов для развития производства Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин